Новые приступы русофобии теперь и на всех экранах Британии. Там сняли мини-сериал о запутанном деле Скрипалей. Шпионская драма, правда, основана не на реальных событиях, а на домыслах и показаниях нескольких человек. При этом зрителям показывают не главных героев, а жителей Солсбери, которые к делу, по сути, не имеют никакого отношения. Одним из первых примеров от BBC оценил наш корреспондент Виталий Ханин. Первая фраза в новом сериале BBC. Beast from the East. Зверь с востока. Так назвали циклон, который засыпал Лондон снегом через пару недель после отравления Скрипалей. Уже тогда русофобия достигла таких масштабов, что Россию обвиняли даже в плохой погоде. Сегодня британцам снова напомнили, кого им надо считать своим главным врагом. Новичок. Новичок. Это русское слово. Итак, новичок. Его придумали в СССР во время Холодной войны. И это одно из самых смертельных синтетических веществ на Земле. Сценарий сериала с незамысловатым названием «Отравленные в Солсбери». Вот бежавший в Англию крот российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия сидят на лавочке в провинциальном Солсбери. Девушка падает первой. Паника, медики, полиция, расследования. Диалоги короткие, но разве много нужно слов, чтобы объяснить, кто хороший? Наша работа в этой комнате не выяснить, кто это сделал, а защитить людей в Солсбери. А кто плохой? Это просто продолжение особенно безжалостной фазы русофобии в Британии. А также, как я уже сказал, это способ отвлечь внимание британской общественности от карантина. Больше чем за два года на многие вопросы ответов так и не появилось. Почему ужасно токсичным и опасным новичком, способным убить тысячи, помимо Скрипалей и женщины в 11 километрах от Солсбери, отравился только один полицейский, Ник Бейли. Скрипал, Скрипал. Даже кот Скрипаля, которого, кстати, тоже показали в сериале, жил счастливо, пока не попал в руки экспертов-криминалистов. Почему он, а также медики и другие полицейские абсолютно здоровы, не объясняют ни сценаристы, ни настоящий Бейли, интервью с которым легло в основу сценария. КОНЕЦ Эти пару лет были достаточно тяжелыми, многое происходило слишком быстро. Меня и мою семью просто бросили. Мне было очень сложно. Я могу сказать, что боролся с депрессией. Я до сих пор пытаюсь с этим разобраться и вылезти из дыры. Зачем нужно было убивать старика, который уже давно ничем не может навредить стране? Пока тоже не объяснили. И хотя злодеев наверняка покажут, до позиции России вряд ли дойдет, считают эксперты. Ведь два года назад западные политики ее тоже не слышали. На сегодняшний день история со Скрипалями подзабылась. Она ушла из топов новостей, и обычные обыватели ее практически не помнят. Так вот, ее специально реанимируют, по всей видимости, для того, чтобы начать следующий этап этой операции. Даже британские эксперты не сомневаются, что отравленные в Солсбери — это проявление пропаганды и той самой мягкой силы. Ведь сериал явно делался на экспорт. Вероятность того, что ничего не приукрасить в сериале, близка к нулю. Русофобия там всегда присутствует. Думаю, это новый способ поддержать огонь в этом пожаре. Русский злодей в кино — это своего рода тренд. Пока показали только первую серию, дальше вымысла будет только больше. Вряд ли киногруппе рассказали, где в действительности находится Юлия Скрипаль, которая за всю историю дала лишь одно интервью в конспиративном саду, и бывший полковник ГРУ, который так и не вышел на публику. Сообщалось, что их тайно вывезли в Новую Зеландию, но ближайшие родственники не сомневаются, что отравленные в Солсбери до сих пор остаются в Солсбери, в секретной лаборатории. Когда последний раз звонил Сергей Викторович 26 июня прошлого года, он сказал, что они до сих пор находятся на лечении, и они до сих пор нуждаются в лечении. Мое предположение, что они остались в Порт-эн-даун. Как утверждается, в центре сюжета про отравленных будут простые англичане, которые, конечно, оказались в смертельной опасности из-за действий, конечно, России. Как в жизни, так и в кино доказательства главной роли не сыграют. В BBC было важно в прайм-тайм рассказать добропорядочным британцам, что на Востоке все еще живет зверь, которого им надо бояться. Виталий Ханин, Кристина Федорова и Ангелина Крупенина. Известия специально для РЕН-ТВ.